Фундамент закрепили в этом году, сейчас фундамент, с следующего года начнется. Сейчас еще разобрать, потому что здесь, видать, во время обеда какая-то дверь была, ну и сделаешь, потому что она вот так нечего. А сколько нужно денег, чтобы весь корпус установить? Это один из самых значимых объектов. Через две недели на стол у меня фундамента хорошо, и начнем уже жестко работать со всеми. Толкучка. Давай сияй ты нам грешным, свет твой пресносущный, молим о Него, Бога, Родицы, Света дам чеславу тебе. Мы знаем имена многих ревнителей благочестия, подвязавшихся здесь, на этой земле, в числе которых святейший патриарх Никон получил монашеский пост от преподобного Илья Азарова, своего духовного отца. Как-то преподобному Илья Азару было такое видение, во все небо воссиял нерукотворный образ Христа Спасителя. И именно эту икону наш иконописец изобразил, которую мы вам преподуем, ваше святейство, благодарную память от братья Святого Троицкого скита. Желаем, надеемся, что икона этого преподобного Илья Азарова, в части с камешком этой святой земли, будет вам напоминать о... Семь Господи, прекрасный образ. А местный иконописец, да? В Москве, в Москве, в Москве, в Москве, да. И с камнем, и... Камушек здесь. Благодарю вас, отец Георгий. Спаси Господи. Я желаю помощи Божией тебе, всей братье. Раньше был у нас один отец Георгий год назад, теперь четыре брата. Работы идут, расчищается что-то. Так что... Вы зимовали вдвоем. Вы зимовали вдвоем. Андрей. Спаси Господи, брат Андрей. Спаси Господи. Так что вот... Володя, брат Владимир. Да, Владимир. Спаси Господи. Спаси Господи. Вот вы зимовщики, да? Те, кто здесь провел зиму. Нет, они уже будут зимовать. Они будут зимовать. Владислав, вот еще один у нас. Спаси Господи. Ну что же, очень... Это уже сила. Это не то, что один отец Георгий. Спаси Господи. Спаси Господи. Ну вот с Божьей помощью и восстановительные работы будут ускорены. Сегодня я пообещал отцу Георгию за счет Патриарха обеспечить скид транспортом и грузовым, и прочим, и морским. Это мы все приобретем. И катер же облетем, и грузовик, и еще соответствующий УАЗик, с тем, чтобы все у вас было. Спасибо, Господи. Чтобы транспортом вы были обеспечены. Надеюсь, что причал будет у нас понтонный, и тогда вот инфраструктура будет необходимая, созданная. Ну а там дальше задача будет заключаться в том, чтобы проект, чтобы спонсоры поддержали средствами, и на будущий год, чтобы широкомасштабное восстановление началось китай. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Чуть дальше. Дороги нет? Дорога есть, но там постоянно волнение. Там постоянно что-нибудь. Там открытое море с той стороны и там невозможно. Работать надо. Он пришел на это место, как говорится, в житии, недалеко от горы, которая потом будет называться Галгуфой. И пришел после Рождества при Святой Богородице. Можно себе представить о том, что осенью, когда уже чем-то запастись, он пришел только с тем, что с собой взял. Вырыл землянку, поставил себе кереку и стал здесь подвязаться на этом месте. И вот как он сам оставил по себе автобиографию, и он говорит, что когда он пришел на это место, то у него были очень сильные лесовские брани. То есть враг на него нападал явно, являлся ему враг. И до Рождества Христова он терпел страшные брани. И потом, после Рождества, ему в тонком видении явилась Пресвятая Богородица. Вот эту икону мы сейчас поставили, где это изображать. Вручила ему посох четкий и сказала, «Мужайся и крепись, Господь с тобою, и напиши на стенах своей кельи, Господь с нами усталися». Вот такие слова. И вот эти слова иноки тройские, они имели традицию, они каждый на дверях своей кельи писать эти слова. И после того, как было это евро не Божьей Матери, как говорит в житте, брани умалившись. А после того, как он вскоре после этого принял схему и пачи брани умалившись, то есть облегчение получило брани. В других вопросах я говорю, вот в жизни человека есть исторические моменты. Ему вот Господь посылает благость, он прикасается к истории. Да. И дает возможность ему соприкоснуться и что-то сделать для этой истории. А здесь уже дороги назад нет. Если ты тут соприкоснулся к ней, уже там… И если уходишь с этого, то уподобляешься тем, кто разрушал. Да. А взялся, все должен уже… Да. Должен идти до конца. Что он как раз об этом говорил. Есть. Построено. Есть. 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 Слава Богу, Слава Богу, и Слава Богу. В словах, как они сказали святые палоки, которые словами, поголит вон, 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 вон. И вот эти палоколания еще не есть. Слава Богу, Слава Богу, и Слава Богу. 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 На какой глаз, как вы поете? Слава Богу, и Слава Богу. Слава Богу, и Слава Богу. Слава Богу, и Слава Богу. Спасибо, Господи. Очень хорошее. Благодарю Вас сердечно. Спасибо. Спасибо. Легкие, хорошие. Спасибо. Хотел бы сердечно приветствовать отца Илогия и всю братью Голгофа-Распятского скита, который приведен в очень хорошее состояние. И Вашими трудами, отец Илогий, трудами всех тех, кто нес и несет здесь свое послушание, помощью добрых людей. Действительно, это место совершенно особое для всей русской церкви и, думаю, для всего православия. Я не случайно сравниваю эти места с Афоном, потому что на этих местах особым образом явлена благодать Божия нашему народу. Через кровь, через страдания, через сильную веру, через глубокую и сердечную молитву. Вот здесь присутствует Божественная благодать. Я хотел бы пожелать Вам и всей братье восходить от силы к силе, быть достойными наследниками тех, кто полагал здесь основу иноческого жития. Пусть Господь хранит Вас всех в добром здравии и помогает решать и свои духовные, и внутренние задачи, и, кроме того, все то, что связано с дальнейшим благоустроением скита и всего Азарского острова. Поэтому Вы у нас, как первые, положившие начало восстановительным работам и первые настоятели скита, являетесь первым лицом и на всем острове, духовным начальником острова. При всей автономии, как это полагается, Троицкого скита в его внутренних делах, обо всем, что касается острова, его благоукрашения, его преображения, в том смысле, что многое нужно, конечно, еще сделать. Вот здесь, пускай Ваша ответственность, по крайней мере, Вам и всем окружающим, будет достаточно ясна. Спасибо, Господи. Вам и благословение, а с Вас и спрос за состояние всего острова. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Позор, спасибо. Позор, спасибо. Спасибо, прекрасно долетели, еще дальше, да, полетим. Игорь, посмотритель, браты наши, приветствую, спаси Господи, помогай вам Бог, спаси Господи. Если нету в Ниле и нету грибка, то цены этому зубу нет. А потом построить игрушку из калиброванного бруса. А дамба какая чудная. Это вот дом вот этот, птичник. Вот храм, вот ваше сейство, его развалили. Он там стоял, кирпичный был, да? Кирпичный камень, там большой храм был. Да, хороший. А вот это что за корпус? Примыкал к нему еще один корпус. Но это вот этот? Да, вот этот с развалившейся вот этой частью. А этот он наш, где мы? Нет, это вот этот, может быть? Нет, вот этот наш, где мы, вот он же двухэтажный. А, вот этот. А, вот как. Тогда он, значит, птичник вот здесь, да? Вот он, птичник. И вот храм вот там, где сейчас делится. Крест, крест вот, вот. Угу. На, вот. Угу. Здесь у вас Крест. На, вот. На, вот. На, вот. На, вот. Старосток, Роман. С Халмогоровым. Старосток, да? Да. Спеховым. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо.